И всем привет! С вами Александр Невасов, в данной видеоролике. Сегодня я буду вам рассказывать о новом iPad Pro 2018. Ну и в гостях, конечно, у меня мой iPad, который довольно-таки старенький, но это iPad. И я сегодня буду говорить про него, точнее о новой его версии iPad. Ну, а мы, наверное, начнем. А перед началом данного видеоролика обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий. Ну и все. Этот мне уже не нужен, так как я рассказываю о новом, так что все. Итак, друзья, новый iPad имеет вместительность 256 гигабайт внутренней памяти. Это достаточно-таки круто, и если бы у меня был такой, я бы туда загрузил много, в общем, видеороликов. И там бы реально было бы много места. Там можно было закачать игры, закачать музыку, допустим, из iTunes. Можно было закачать какие-то программы нужные. И осталось бы место еще для видеороликов, так как туда еще можно вставить другую память. Это очень даже круто, мне это нравится. Размеры же данный девайс имеют 677 грамм. Вот вы представляете, это 677 грамм. Это просто легкий планшет. Это очень... iPad имеет 3,5 выход для наушников. Как и почти у всех. Дисплей этот iPad имеет ретина. Дисплей мультитач с диагональю 12,9 дюймов. И подсветка LED. Это очень круто для новых iPad'ов. Для вообще для всего, что новое выходит. Это очень даже круто. Это прямо очень даже круто. Разрешение 2732 на 2048. Также имеется технология ProMouch. Также олеофобное покрытие. Устойчивое к появлению следов от пальцев. Допустим, от этого будет устойчивое. То есть у вас не будет грязной планшеты. Это круто. Это, блин, прям для каждого человека. Как же можно не забыть про полностью ламинированный дисплей. Это вообще классно. Также, если вы не любите блики, этот планшет имеет антибликовое покрытие. Это смотрится вообще классно. Я покажу даже некоторые картинки. Даже, может, в видеоролик какой-то вставлю. Итак, переходим к процессору. Процессор же данный планшет имеет A10X. Fusion с 64-битной архитектурой. Это очень круто. Это реально круто. Встроенный соцпроцессор M10. И камера 12 мегапикселей. Это очень крутая камера. Диаграмма F1.8. Также надо не забывать про пятикратный зум, который цифровой даже. Также в нем есть оптическая активизация изображения. Шестилинзовый объектив. Вспышка Dry-Tone Quad LED. Панорамная съемка HD 63 мегапикселей. Защита объектива с сабфирмом. Сенсор BSI. Гибридный ИК-фильтр. Автофокус с технологией Focus Pixel. Фокусировка касанием с технологией Focus Pixel. Live Photo со стабилизацией изображений. Расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photo. Усовершенствованная система. Тональный компресс. Распознавание лиц и фигур. И даже контроль экспозиции. Также он убирает шум. Автоматическое включение HDR при фотосъемке. Автоматическая стабилизация изображений. Серийная съемка. Режим таймера. И даже привязка фотографий к месту съемки. Итак, друзья. Теперь мы переходим к HD камере FaceTime. Которая очень крутая. И мне она очень нравится. Прям как я это посмотрел. Как я об этом почитал. Прям вот эта вот фигня мне прям вообще понравилась. FaceTime это круто. Особенно когда она в HD камере. Это вообще круто. Это круто. Потому что там фотографии с разрешением 7 мегапикселей. Запись HD видео с 1080 пикселей. Вспышка реки на флэш. Диафрагма f2.2. Также расширенный световой диапазон. Автоматическое включение HDR. Сенсор B. Распознавание лиц. Автоматическая стабилизация. Серийная съемка. Контроль экспозиции. Режим. Переходим к динамикам. Этот iPad имеет 4 аудиодинамика. И это правда смотрится круто. Это 4 аудиодинамика. Можно слушать все что угодно. Любую музыку, любые звуки. Все. Микрофоны. Там входят микрофоны. Сдвоенные микрофоны для звонков. Видеосвязи и записи аудио. То есть там сдвоенные микрофоны. Также можно не забывать про беспроводную связь, которая имеется. Wi-Fi. Два диапазона. 2,4 ГГц и 5 ГГц. HD 80 с технологией MIMO. Технологии там есть еще Bluetooth 4.2. Это кто пользуется Bluetooth? Хотя Bluetooth уже немного устарел. Но все же он присутствует в данном девайсе. Геопозиция. Цифровой комп. Wi-Fi. Функция точного определения местоположения IBcon. Датчики. Какие же там имеются датчики? Ведь датчики там разные. Например, Touch ID. Трехосевой гироскоп. Акселеромет. Баромет. Датчик внешний освещенный. Итак, что же имеет Touch ID? Ведь это такая функция. Начнем с того, что Touch ID нужно для того, чтобы разблокировать iPad. То есть она служит для того, чтобы разблокировать iPad. Это прям вообще нужная вещь. Дальше есть защита личных данных в приложениях. Покупка по iTunes Store и Apple Store. И App Store. Конечно. Питание и аккумулятор. Какие же там? Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 41. До 10 часов работы в интернете по сети Wi-Fi. Воспроизведение видео или музыки. То есть вы 10 часов можете просто смотреть какое-то видео, например, на YouTube или слушать музыку. Серьезно, вот долго смотреть кого-то. Например, стрим 10 часов смотреть чей-нибудь. Это 10 часов вы можете смотреть какой-то фильм, видео, музыку, какую-нибудь слушать. 10 часов. Это реально круто. Зарядка от адаптера, питания или от компьютера через USB. Ну, это, конечно, как всегда во всех iPad'ах и iPhone'ах присутствует USB-зарядное устройство. То есть самое зарядное устройство и к ней идет кабель USB. Ну, это мы знаем. Там они ничего не поменяли. Вот и все. Думаю, на этом надо закончить. Я дальше включу какой-нибудь видеоролик в конце. Ну, а на этом, наверное, все. Потому что мы посмотрели. Я вам все рассказал. Какой это iPad классный, крутой. И стоит он всего лишь, заметьте, всего лишь 900 долларов. Вот и все. В общем, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видеоролик и вы хотите, чтобы я рассказывал о каких-то девайсах и показывал вам их, то просто поставьте лайк и напишите комментарий. Да, я хочу это видеть на канале. Я обязательно сниму что-нибудь еще. Например, у меня уже есть идея снять про новый MacBook. Ну, а с вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. Всем пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok